Подводим итоги матча Жора Информ СВ Невский. Победа Колмицев со счетом 6-0 нашей послематчевой студии Алексей Никонов и Вячеслав Лейшер. Алексей, с победой. Ну, я так понимаю, вторая игра у вас за сегодня. Как в плане сил всего доставала? Да, более-менее ничего. Более-менее. Вроде бы хватило сил. Ну, по игре чуть-чуть поделись своими впечатлениями. Такое впечатление. Спокойно играли. Спокойно играли. Без напряга. Очень мало били поворотом. Очень много были с мячом. Очень мало били поворотом. Агрессии не хватало. Ну, вот, наверное, и все. Больше нечего сказать такого особенно интересного. Вячеслав, что скажешь ты? Можно, да? Очень мало били поворотом. Были без мяча. Агрессии не хватало. Ну, что по игре сказать? Команда не собирается. Тяжело играть с верхней частью таблицы. То есть нижний, наверное, будет еще тяжелее с этим составом. Пытались быстро не пропустить, но... За 10 минут, да, мы 3, по-моему, пропустили. Ну, я надеюсь, но с 0-3... Сколько там держались потом? С 0-3 начинать против лидера тяжело, конечно, тяжело. Ну, сегодня хотя бы состав был, хотя бы заминка даже была? Ну, еще троих, я не знаю по именам. Так что состав... Ну, 5 человек из состава, по сути дела. А остальные вот так приходят люди, которых я, например, не знаю этих людей. Так что тяжело. Я понял. Ну, у нас, Вячеслав, тяжело. Давай тебе пару каверзных вопросов. Мы с тобой сегодня еще не общались, с тобой ни разу. Помним мы, что в конце первого круга братья Михайловы там разругались. И ты их вызывал там по одному или по очереди. Сейчас видим, что они вместе играют. Все хорошо, наладились у них отношения? Хорошо. Ну, это, конечно, это обыкновенная житейская ситуация. Это бывает. И я в семье с женой, бывает, ругаюсь. Ну, что ж, ничего. Ради команды они объединились? Да нет, они просто братья. Но они недопонимания бывают у всех людей. Так что, ну, это нормально все. Второй вопрос. Можно сказать, что и Жора Информа – это такая сборная сильнейших футболистов из Колпина. И у меня к тебе вопрос. Как же вышло так, что ты упустил Кузьмитского и Лосенкова? Причем, оказались, сейчас они всплыли в стане главного твоего конкурента за первое место. Кузьмитского и Лосенкова мы пробовали в составе. Но по человеческой философии они нам просто не подходят. Ну, соответственно, скажи, а есть ли еще в Колпина какие-то кадры для усиления? Да, конечно, есть в Колпина. По футбольным традициям достаточно высоко котируются в Питере. Я так думаю, до сих пор. Ну, мы не стремимся собрать как пылесос все лучшее, купить. Купить мы вообще не можем, у нас денег нет. Или переманить. Нет, у нас подбираются люди каждой штучной под коллектив. Кто-то знакомый, кто-то хочет нормальным коллективом поиграть. Вот у нас такая философия. Ладно, не буду задерживать.